И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. У нас сегодня немножко такая погодка холодная, скажем. Но ничего, мы уже пришли в гараж, умылись, взбодрились. Так, чтобы разницу температур почувствовать. Ну и сегодня мы закончим наконец эту машину. Покрасим ее в переходик. Постараюсь показать как, постараюсь подробно. Мы замутили вот такой прожектор, потому что темно вчера вообще было. Пришлось машину туда окошком выгонять. Отереть надо здесь, в гараже, поближе к печечке, да? Ну поэтому мы замутили вот такой фонарик. Ну и с утра, как всегда, для поднятия настроения и духа. Амигдум! Наша печечка разогревается. Ворота у нас еще открыты. Анекдот такой. Утро! Короче, раннее утро, да, мужик стоит, машина сломалась посредине леса. Блин! Короче, ну все, не может ничего сделать весь. А, мама, что делать? Скучно, холодно вообще. Открыл капот, короче, ковыряется. Ковырялся, ковырялся. Ну, капец, короче, все, ничего не может сделать. Слушает, зари, так, цок-цок, цок-цок. Ну, что за хрень? Оборачивается. Там лошадь. Чопает такая. Ну, подходит, лошадь. И к мужику так. Чего, сломался? Стой. Вообще, купец опешил. Да, шо? Говорит, посмотри. У тебя, наверное, там контакты на трамблере окислились. Почисти. Так, что делать? Почистил, короче. Длин, машина завелась, а! По газам, короче, мужик в шоке вообще. Едет. В бар, короче, залетает ближайший. Блин, стакан водки выпил. Еще стакан водки выпил. Да, мужик, че случилось? Че тебя так колотит? Блин, да не поверите нафиг. Чего рассказывать? Блин, короче, нафиг. Сижу, машина сломалась, лес, да? Блин, лошадь сзади подходит. Говорит, ты посмотри контакты на трамблере. Человеческим голосом. Говорит, посмотри контакты на трамблере. Блин, посмотрел, да, действительно, завел. Ну, че, машину-то отремонтировал? Да, отремонтировал. Говорит, а лошадь-то какая была? Белая? Да, точно, белая. Ха! Да тебе повезло. Черная-то вообще в машинах не волочет. Вот такой анекдот на утро. И немножечко о сайте. Сайт, как вы знаете, мы уже готовим, уже строим его под вас. То есть форум, если у нас вот общий форум раньше был, да, там много-много тем каша получается, да, мы решили разделить все по темам. То бишь, кузовной ремонт, покраска, окраска, двигателя, двигателя дизельные, ну, двигателя, да, в двигателях подразделы. Дизель, там, турбо, битурбо, короче, поняли, да? Для, вот, человеку нужен двигатель. Он раз, залез, все, посмотрел, там, по форуму побегал, поискал, чтобы во всех названиях не искать. То есть это все сделано для удобства. Какие вам нужны разделы, да, в каких вы будете общаться, какие вам нужны, делайте, пожалуйста, пишите админу, также в форум заходите, там есть админраздел. В него заходите, пишите админу, Сергей его звать, пишите, вот мы хотим такой-такой-такой раздел, по такой-такой-такой машине, можно по машинам все это сделать, да? И, то есть Сережа будет потихонечку это делать, как бы не все сразу, да, Москва не сразу строилась, но сделаем. Так что, кто еще не подписался на сайт, подписывайтесь, нас уже там нормально, такая толпа, уже идут обсуждения всякие, делимся всяким разом, информация уже наполняется, и будет ее очень много. Будут разыгрываться призы, призовые конкурсы будут проходить у меня на канале. Сейчас вы знаете, приз Валера разыгрывается, да, пистолет? То есть 1 числа мы откроем папочку, в которой находятся видео, которые мне прислали на конкурс, проголосуем. Голосование будет проходить на канале, то есть по лайкам считать. Ну, 5 лучших мы выберем, а может и все, там не так много видео, 10 пока, по-моему, собралось. И мы их выставим в форуме на голосование тоже. И еще хочу сказать, может получиться так, да, что выиграет тот человек, которому, ну, просто не нужен этот пистолет. Можете ваше право передать его, ну, тому по видео вы будете видеть, да, тому, кому он, ну, действительно может пригодиться. Ну, ваше право и оставить его себе, то есть повесить на стенку, там все-таки будет подарочная табличка вашему имени от моего. Все это мы заснимем. Ну и все, приступаем к теме. Сейчас будем замывать машину. Ну, крышу дальше. Блин, вот Толик редиска такая. Пока я, короче, трещал по рации, он взял и замыл всю крышу. Ну, и, то есть, я хотел показать, как проявочный слой замывается. Но, говори, говори, я тебе подумал, какой-то хрен-то, хрен-то, хрен-то. Говори, говори, жалко не этого отеца. Купил бы ремнем, как с сидоровым козом. Ну, вот видно, как замыл Толик, да. Ну, мы сейчас покажем на стоечке. Вот на стоечке мы видим, да, и подтечек небольшой. И вокруг подтечка, здесь у нас идет вот сама вот эта вот красочка, которая проявочный слой называется. Вот как бы полили водичкой, смахнули, чтобы не было песочка. И начинаем затирать. Вот, видите, у нас исчезает наш подтечек. То есть, когда мы стираем красочку, краска попадает во все вот эти вот косяковые места. То есть, красочку мы убрали, и место у нас ровное. Сейчас вот еще ближе покажу чуть-чуть, ладно, вот так. То есть, вот эти гранички тоже мы вот так убираем. Они у нас тут легкие, я почти не напулил. И, то есть, когда вы уже уберете красочку и разровняете поверхность. Да, то есть, вам уже не надо приглядываться, есть у вас поры, нет у вас пор. Вот такое ровненькое место получается, значит, как бы уже все готово. Здесь можете пальчиком вытереть. И вот, смотрите, обязательно, чтобы не было граничек, чтобы все было вот так вот размыто. Ну, в принципе, вот что по замывочке. Сейчас мы пока проходим все восьмисоточкой. Те места, которые именно загрунтованы, проходим восьмисоточкой. А дальше, чтобы нам сделать переход и полировалось все это удобней, мы уже зайдем дальше на крышу. Если вы даже всю крышу двухтыщевкой затрете, ничего страшного, это тоже хорошо. То есть, можете дальше чистить. А обклейте ближе. То есть, уже обклеиваем мы поверхность, чтобы дальше обклеенная поверхность у нас тоже была матовая поверхность. Чтобы исключить вероятность попадания лака на глянец. Если вы попадете на глянец, да, по олене по своей, или просто по ошибке какой-то, если вы попали уже на глянец, да, независимо от того, будете вы дальше это все затирать, думаете, а, дойду, там же у меня матовая есть поверхность. Все, вы доматывая уже не дойдете. У вас эта граница будет идти, 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 пока вы весь свежий слой не сотрете. Так что не надейтесь даже на это. Делайте так, чтобы лак у вас попал именно на замотованную поверхность. Двухтысячовой шкуркой, не восьмисоткой. Восьмисоткой тоже можно, но вы устанете потом это сполировать, это очень сложно. Лучше двухтысячной. Даже не полторы, двухтысячные, чтобы перестраховаться, делайте. Это одно. И еще один вариант, вот как бы, базы вы перекрыли, да, место, чтобы, вот, переходик сделали, чтобы у вас, ну, это когда буду красить, увидите, чтобы у вас был полноценный переход, базу тоже на ширину ладошки перекрываете лаком, чтобы лак выходил за базу, и лак попадал на матовую поверхность. Это обязательное условие. Ну, дядя Толя домывает у нас. Видите, какая у нас лампочка хорошая. Дядя Толя сегодня молодец. Да, дядя Толя? Я каждый день молодец. Вот какой молодец, дядя Толя. Да, доверили дяде Толе машинку. Вечно при Паше с Сатана. Паша, что ты Паша. Паша, что ты Паша. Так, ну, вот все, дядя Толя замыл, как бы, вот эту поверхность. И сейчас мы вот эту поверхность будем замывать уже двухтысячной. Перед тем, как ее замывать, конечно же, что нужно сделать? Помыть. Смотрите, чтобы у вас в воде не было песка. Потому что, сами понимаете, мы уже готовим, как бы, подчистую. Если будут царапинки, это большой враг полированию, как сами понимаете. Ну, и начинаем тереть те места, куда мы будем заходить лаком. Заранее шкурочку, вот на брусок, да, двухтысячную шкурочку я отделал, вот. Заранее ее вымочите в водичке, хотя бы минут 10, чтобы она полежала, чтобы шкурочка была мягче, чтобы вы не нацарапывали. То же самое перед полировкой. Не забывайте отмочить шкурочки. И вот мы затерли восьмисоточкой, да, чтобы краска получше прилипала, мы сюда не будем заходить двухтысячкой. А вот это место дальше, где будет у нас лак, мы затрем. И еще раз повторяю, то, что больше вы затрете, ничего страшного. Главное, не меньше. Полиролькой риска от двухтысячной шкурки убирается на ура. Ну и смотрим, как затирать. Давай, полироль. Вот такими круговыми движениями просто. Не надо сильно усираться. Вот, видите, идет белая пенка. Не знаю, вам там видно, нет? Вот, белая пенка идет, значит, вы срезаете слой, значит, делаете его матовым. И вот так вот, видите пеночка? И вот так вот натираете, чтобы не было пропусков. Главное, чтобы не было пропусков блестящих. Они не сполируются. Здесь, допустим, вот вы не можете залезть, то можно рукой вот так вот потереть. Плоскость у вас ровная. Главное, все замотовать. Тоже стоечку. Можно это и скотч-прайтом делать. Подолончиками, ну, вернее, это, замотовочной пастой. Так вот, затираем. Потом сгоняем воду и смотрим, когда высушите, смотрим, чтобы все у вас было здесь матовое. Но это я попозже покажу. Ну, и покажу, наверное, как проще обклеить. Ну, не как проще, как я обклеиваю. То есть, вот эту часть мы закрашивать не будем. Нам нужно, чтобы на ней краска была. Мы просто потом, где это потребуется, загрунтуем. Почему мы ее сейчас не грунтуем? Мы ее потом кисточкой загрунтуем. То есть, иначе мы не обклеим. Вот так вот делаем сразу гранички, чтобы потом на пленке это не мучиться. И по всему периметру так вот обклеиваем. Как бы мы еще не обезжирили, но, как видите, это... Сейчас уберется кулинки, да? Вот, чтобы у вас такая была матовая поверхность, без всяких вкраплений блестящего. Вот, как видно, 800-очка у нас затерта, да? И сюда 2000-ка мы перешли. Так, давайте. И туда затянули, да? И сюда. И сюда. Ну, все, и сейчас вот Анатолий обезжиривает. После тряпочки с обезжиривателем желательно пройти еще и сухой тряпочкой. Потому что вы можете как бы размыть жир, но не убрать. Я факел сделаю поменьше, потому что мне тут сильно-то не надо, да, красить. Закрашиваем сначала белые места. Давление тоже такое сильно не делаю. Попробовали где-то. Раз. Ага, как красить. Чуть-чуть пошире. И пошли. Небольшой напыл делаем сначала. Цвет не забивает. Не торопимся. Сейчас я уже долежно перебью. Даем просохнуть. Проходим еще слой. Уже такой, более укрывистый. Как видите, пистолет распыляет хорошо. Ну и как вы видите, при покраске переходом мы вот это место как бы закрашиваем, да. А сюда краска у нас уходит на нет. Как бы туда немножко мы уходим. Потому что если вы будете вот так вот границей красить, у вас можно будет переход краски видеть. Как бы здесь густо ложим, а сюда уже по чуть-чуть. И вот как видите, опыл садится. Сейчас у нас чуть-чуть подсохнет. Этот опыл нужно снять салфеточкой. Это опыл вот от этой краски, что летает. Как бы красочке даете немножко просохнуть перед тем, как опыл снимать. И снимаете вот такой салфеточкой антистатической, не нажимая сильно. В одну сторону вот так снимаем. Может и по краске провести, только надо, чтобы она высохла. И в одну сторону вот так снимаем. Вот, как видите, что на тряпочке остается. Если вы вот так уберете тряпочки, у вас будет красивее переходик. То есть его не так заметно будет. И сама краска будет лежать, конечно, красивее. Ну и, наверное, будет последний слой сейчас укроет. Красьте сначала крышу, потом на стоечке. Потому что можете рукавом задеть. Дядя Олежа, как всегда, задевает. Чуть-чуть с пистолета, вот не забывайте, раз, протравил краску. Чтобы если что-то, какой-то мусор там был, чтобы он сдулся с пистолета. Пистолет не на максимум регулируется. Да, покажу просто, какой факел у него. Обычный китайский пистолет. Сейчас подвижу, подведу. И краска кончилась. Как бы краска кончилась, я вам на лаке покажу, как у нас распылять. Если факел видно сейчас. Вот, то есть, с таким можно лак настроить. Можно поменьше воздуху сделать. Как бы тоже, так же ложит, даже ровнее. Видите, давление почти убрал. Распыляет, все равно хорошо пистолет низкого давления. Ну и лачим. Я немножко, конечно, тут напылил. Уже регулировал пистолет. Потому что здесь факел я поменьше сделал. Так вот, сдули, сбрызнули. И погнали! Начинаем с этого места. И заходим в закраску почти до оклееного места. Но на оклееное место не забастит. Второй слой забыл, короче, снять, когда красили. Но суть не в том, ладно. Усвоили, значит. Краской забиваем то, что нам нужно покрасить. Покрасили, да? Красочку немножко раздуваем, чтобы она нет уходила. Чтобы цвет постепенно с этого яркого менялся и переходил, да? Поэтому и переход называется. И в конце перехода, вот так вот, примерно на ладошку, нам нужно перекрыть лаком от того места, где мы покрасили. Лаком вот на эту обклейку не заходим. Только чуть-чуть на пыл, если попадет. И вы можете увидеть, что вот около ленты у вас уже такое мутное пятно, да? Как бы не глянцевое. Это нормальное явление. Вот это пятно нам и будет легче сполировать. То есть, завтра я покажу, как это все полируется. Ну, а на сегодняшнем уроке, так скажем, да? Как бы, я думаю, вы немножко что-то усвоили, что-то полезное подчеркнули. Ну, а мы с Толиком на сегодня закончили работу. Очень рады, что все получилось. Подписывайтесь на сайт, подписывайтесь, заходите в форум, обсуждайте темы. Там много новых тем. Есть на сайте бесплатные объявления. Можете тоже давать прогодамку. Уплю там всякую разную ерунду. И свои услуги можете тоже, как бы, предоставляю. Есть специальные мои услуги там. Окошечко разберетесь, когда зайдете на сайт. Сайт поправляется каждый день. Что-то новое, что-то убирается, что ненужное. Так что все будет. Ну, и на пасашок анекдот. Летит горный орел такой. Летит, крыльями машет, да? Важный такой весь. Из задницы глист вылазит. Шеф, высота сколько? 500 метров. Летит дальше. Опять глист из задницы вылазит. Орел, высота сколько? Тысяча. Тебе не страшно? Да нет. Летит дальше. Опять. Орел, высота тут. 3000 метров. Тебе не страшно? Нет. Летит дальше. Опять летит, летит. Орел, высота тут. 5000 метров. Орел, тебе тоже не страшно? Да точно, а что? Смотри, а то тут экипаж беспокоится. Вот такой анекдот на прощание. Ну, а я с вами прощаюсь. Завтра будем полировать машину. Все будет классно. Вообще. Ну и, как всегда, всем добра и бабла. В конкурс присылайте быстрее. Первое число уже скоро. Присылайте видео. Будет очень интересно. До свидания всем. Всем здоровья, успехов, счастья.